Нам все, Женя, покорная, жива, подокорная. Эх, да масленичный разгуляй! В селе Марфино масленицу празднуют с размахом. Тут и медведя дрессируют, и игры проводят, и конкурсами развлекают весь честной народ. Настроение отличное, я думаю, не только у нас, но и у жителей. Жители всегда ждут этот праздник, потому что он действительно празднуется с душой, он празднуется в полную русскую мощь, поэтому, естественно, ожидаем больше улыбок и, конечно же, прощаемся зимой, встречаем весну. Как отмечают организаторы, по сравнению с прошлым годом, в 2017-м участников празднования стало больше. Гости готовились к событию тщательно. Кто-то шил костюм, а кто-то разучивал песню. Наша масленица годовая, она гостюшка дорогая. Ой, лазу, лазу дорогая. Сначала Тимофей повторил песню один, а через пару минут отправился на сцену вместе со своими коллегами по ансамблю. По западной и восточнославянской легенде масленичная чучела зовут Марена. Она символизирует уходящую зиму. Обычно девушку изображали страшно, наверное, чтобы было не жалко сжигать. Местная кукла уникальна и не соответствует сложившейся традиции. Зовут ее Марфиница. Инженер Сергей Анисимов спроектировал краснощекую даму за пару дней. А вот на само создание каркаса потратил неделю. Устойчиво все это рассчитывается. На ветровые нагрузки какие-то все это рассчитывается. И соответственно, чтобы она была безопасная. Предусмотрели, конечно, все меры безопасности. Создавали Марфиницу всем коллективам. Каждый внес свой вклад. Всего на куклу было потрачено более 4 тонн различных материалов. Высота ее 9 метров 34 сантиметра. Это абсолютный рекорд. Поскольку, ну понятно, что масленичные куклы делают только в России, то это самое большое для России и, соответственно, самое большое для мира. Поэтому мы не сомневаемся, оформляем сейчас документы для внесения в книгу рекордов Гиннесса. Это реально, это настоящий мировой рекорд. Как ни жаль, но с Марфиницей-рекордсменкой все же пришлось расстаться. Ее по традиции сожгли. И, конечно же, всех гостей на воскресных гуляниях ждали румяные блины и горячий чай. Александр Александрович, Андрей Капустин. Информационная программа «День».